всем привет вы на канале криптокомнации погнали сразу к делу разбираться что происходит с биткоином индекс страха и жадности упал до отметки 16 и вчера я уже показывал но хочу повторить вот кто-то нанес этот индекс страха и жадности на график и как мы видим идеальная отработка ребят всегда когда индекс страха ниже 20 посмотрите сами вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь мы находимся на локальном дне дисклеймер не финансовый совет как говорится и всегда когда индекс жадности выше 80 то мы находимся на локальном пике поэтому как говорится покупаем страх продаем жадность с этой точки зрения long стопроцентный но если мы смотрим на недельный таймфрейм мы видим с вами тут гигантскую медвежью дивергенцию да вот она у нас повышающиеся пике в цене и понижающиеся в индикаторе и многие думают что все не отработает в этот раз индекс страха ну то есть он то отработает но он может ведь валяться в значениях ниже 20 еще до того времени пока мы будем падать 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 и с этой точки зрения если вы настроены по медвежьи но все-таки верите в какой-то мере в биткоин и думаете где-то его откупить я бы вам рекомендовал тогда присматривать уже строго за 200 недельным мувингом который находится вот здесь 200 недельный экспоненциальный мувинг на уровне 23 тысячи долларов сейчас находится и чем дольше мы будем до него идти если мы вообще когда-то до него дойдем тем выше он будет находиться здесь скажем он будет находиться уже на отметке в 25 тысяч долларов но сразу скажу я в это не верю я просто вам показываю вероятности чтобы потом сказать видите точно как я вам и говорил биток упал шучу конечно нет чтобы просто вас предостеречь ребят потому что никто не застрахован я что вижу я вижу то что мы отбиваемся от сетки супер гупи она зеленая то есть у нас на самом деле глобально все еще обычая картина я вам уже показывал что вот эти вот вот эти вот дивергенции они как правило отрабатывают не сразу посмотрите у нас и вот здесь были дивера такие и кстати говоря тут смотрел недавно на сэндбокс по моему давайте глянем сэндбокс да вот вам к разговору о диверах посмотрите вот здесь был тоже гигантский дивер вот он посмотрели насколько улетел сэндбокс после этого дивера то даже вот с этой точки с локального хая на 500 чем-то процентов понимаете так что вот что смотрите ребят глобально мы реально находимся в бычьем рынке в бычьем супер цикле вон монеты какие-то стреляют по 26 процентов этого даже не видно еще что это за монета xvs кто-то меня на стриме просил посмотреть вот xvs поперла смотрите что еще тут вай фай кстати поперла про которую все забыли тоже вот видите на 15 минутки картина бычья на четырехчасовике тоже бычий разворот кстати вай фай хорошо смотрится потому что все про него забыли и нее забили вот поэтому да слушайте вай фай картина шикарная и я вам говорю не надо суетиться сейчас столько хейтеров в том числе и дэш которые думают что мне уже приплачивают блин ребят если мне дашь приплачивали я не против кстати я считаю что я на мастерноду уже заработал тем что я бесплатно амбассадорю и являюсь послом дэш в русском сегменте но я просто вам даю вероятности вот стеллар кстати смотрите как тоже держит восходящий тренд смотрите сейчас очень много спекулянтов пришли за быстрыми иксами на рынок я даже не хочу графики смотреть я просто вам буду рассказывать сейчас пришло много товарищей которые говорят ну где где иксы иксы быстро иксы мы хотим по-быстренькому нарубить бабла так не работает ребята все кто приходит с таким настроем на рынок все сливают просто сто процентов сто процентов сливают все вообще поэтому что вам хочется сказать заработают единицы у кого есть терпение и кто может выдерживать любую просадку рассчитывать свои риски чтобы их не смыло если вы торгуете с плечом то надо надо обязательно рассчитывать риски ставить стопы но вы все это и так у меня знаете красавчики а вся эта волна хэйта чем больше людей сейчас хоронит тот же дэш там и зикэш что у вас там я не знаю лайткоин который на низах это хорошо ребята они придут на хаях снова его покупать вот здесь биток тоже все хоронили по 9000 тоже было столько фада и эфир хоронили по 200 баксов так что наоборот это хорошо если бы сейчас говорили что все ту за мун по этим альтам вот тут надо было бы насторожиться а так смотрите что биток на самом деле прямо сейчас держится в районе двухсот дневки на дневном таймфрейме у нас тут вот зеленая точечка небольшая после желтой большой точечки что является среднесрочным сигналом на лонг и скорее всего у нас сейчас так называемый false break out ложный пробой этого мувинга с последующим чтобы все зашортили понимаете чтобы все выпрыгнули из ракеты с последующим возвратом сюда и уже конкретным отстрелом наверх это вот чисто мой план игры дисклеймер конечно же как всегда не финансовый совет а то потом пишите мне грине я пошел там продал почку не знаю там жену заложил хату взял кредитов купил дэш а он с плечом а он упал и меня ликвиднуло ну чё чувак ты дурак сам посмотри в зеркало хочется сказать после этого и кто ты вообще вот поэтому смотрите это по-любому пойдет наверх но может быть через чуть более затяжную консолидацию хотя на самом деле уже так достаточно народ весь попугали сентимент сейчас более медвежий чем было вот здесь честно вам скажу ну как минимум такой же поэтому да может быть еще чуть-чуть вот так но в целом то мы понимаем с вами что это все туда вот и пока кстати мы еще даже не сломали траекторию повышающихся минимумов обратите внимание все еще их удерживаем вот если мы сходим вот так вот на тест этого уровня предыдущего минимума который у нас был в районе вот здесь вот сколько это было 39 300 да ну 40 тысяч на самом деле вот если мы пробьем 40 тысяч вот тогда да можно будет говорить о локальной какой-то медвежьей картине может быть голова и плечи потенциально но я в это не верю я не верю что биток в принципе когда-нибудь опустится ниже 20 тысяч долларов но как минимум до конца этого бычьего цикла поэтому вы можете прислушиваться к моему мнению можете не прислушиваться это не финансовая рекомендация просто вам в корзину с вашей информацией то есть думайте что хотите по мне так вот у нас есть повышающиеся пики и повышающиеся минимумы вот локальные повышающиеся пики и минимумы да локальные и вот глобальные смотрите повышающиеся пики и минимумы и мы сейчас по идее должны нарисовать очередной глобальный повышающийся минимум то есть принципе на самом деле я всем рекомендую почаще отрубать нафиг свечи и смотреть только на мувинге вот она где честная цена то на самом деле без экстремумов посмотрите вот у нас идет картина какая мы идем по синусоиде вот сейчас мы идем наверх этой синусоиды понимаете так что ребят давайте взглянем доминашку доминацию btc а доминация btc у нас идет вниз идет вниз к своему all-time low как мы с вами и ждем да то есть мы находимся в альте зоне и мы уже очень близки к экстремальным значениям 17 года но тогда монет было в десятки раз меньше то есть сейчас почему вы не видите такого что каждая монета стреляет то что монет больше и вы на них распыляетесь вы берете не те грубо говоря те улетают и вы потом опять берете не те а те уже улетели и улетают другие поэтому это еще один довод к тому что не надо сливать те монеты которые у вас дешево набранные вы типа думаете что у них ничего не заработаете просто осознайте тот факт что альты к битку растут пока вот этот график падает альты к битку в целом растут и на самом деле эфир к биткоину уже смотрите приближается к all time high а многие альты сейчас находятся вот здесь к биткоину понимаете то есть у них определенно дно медвежьего рынка тот же ну дальше я молчу уже вы знаете так сами вот он на супер all time лаях четырнадцатого года причем уровень хейта у дэша как я сегодня заметил в телеге гораздо больше сейчас чем в четырнадцатом году то есть что означает что понимаете да это очень бычий сигнал опять же желтая точка уже почти год нам сигналит что это все это дно вот именно любой аль так посмотрите на лайткоин я не знаю чего вы там торгуете к биткоину там плюс-минус любой альт даже а там если вот вы смотрите к биткоину а не к доллару то он еще пока на лаях потому что биткоин сильно рос basic attention токен который к доллару уже улетел он к биткоину посмотрите все еще на all-time лаях понимаете биткоин кэш к биткоину все еще на all-time лаях а вот bnb к биткоину на all-time хаях скорее да он может быть их перепишет все-таки биржевой токен все дела но в целом он в какой-то момент уйдет затяжной медвежий рынок это надо понимать как было вот здесь вот здесь это же вещи такие очевидные я вам рассказываю и я думаю что вы меня поэтому смотрите что вам нравятся эти вещи то что очевидно иногда самое сложное в трейдинге самое сложное сделать правильно все мы начинаем придумывать себе какие-то догадки строить что нет это не так я сейчас обманул логику обману рынок а в итоге что даже эфир классик биткоину посмотрите он конечно начал память но в целом вот он сейчас по ходу возвращается на ретест вот этого нисходящего канала и потом продолжит свое движение скорее всего эфир классик к эфиру так вообще просто бомба лайткоин к биткоину то же самое кстати посмотрите все еще в зоне накопления как и лайткоин к эфиру еще в большей зоне накопления понимаете ничего не поменялось все еще вы можете набрать в средний срок а ты по отличным ценам недопампленную альту стеллар к биткоину то же самое вот и на этих моих словах как раз лайткоин к биткоину пампанул и под этим соусом хочу заострить ваше внимание на следующие вещи у биржи prime xbt вышло новое мобильное приложение для тех кто торгует на этой бирже вы можете скачать его в своем appstore или там в google play где у вас и очень удобно мониторить всю свою движуху графики всех активов как вы можете видеть на бирже тут есть и криптовалюты и форекс валюты и индексы сырьевые товары золото серебро нефть nasdaq sp500 короче все это грубо говоря ваш брокер в традиционной финансы а депозиты вы можете вносить соответственно в биткоине в тезере то есть крипте короче очень удобное новое приложение где можно все это дело менеджерить вот вы можете смотреть здесь графики криптовалют допустим вот биточек где у нас сейчас там полка дот что тут эус эфирчик лайткоин вот и также говоря про альты к биткоину вы можете видеть что здесь есть лайткоин btc эфир btc многие спрашивали где торговать альты к биткоину именно с большим плечом на фьючерсах так вот на prime xbt вы можете торговать конкретно фьючерсами в паре альтов к биткоину которые как мы сейчас с вами поняли находятся на all-time лаях то есть потенциал для роста огромный и вот в качестве подтверждения своих слов захожу в лайткоин btc вот беру 100 контрактов long по рыночной цене вот появляется позиция здесь я могу выставить стоп-лосс take profit допустим ставлю стоп-лосс на 300 тысяч сатоши тейк профит на 400 тысяч сатоши вижу на графике на экране они появились как вы можете видеть тут вы можете ткнуть два раза вот поменять их чуть-чуть как вам нравится можно drag and drop подвигать вниз вверх ваш стоп и тейк таким образом вижу что при достижении тейка у меня будет профит составит 3500 долларов а при срабатывании стоп-лосса будет лосс в 1150 долларов ну соотношение один к трем нормальное в принципе можно оставить вот так это просто как демо трейд не финансовый совет просто вам показывал что очень удобное приложение в котором можете спокойненько контролировать все свои трейды вот есть режим также четырех экранов где вы можете сравнивать вот тут и битока евро и smp500 и нефть любые активы так что ребятушки primexbt обзор бирже есть у нас на канале сейчас он появится сверху там подробно рассказываем как на ней торговать про все ее функции опции так далее ну и ссылку на бирже естественно вы найдете в описании видео регистрируйтесь по ней нам и продолжаем вот так что опять же но учтите такой факт друзья что не все альты к биткоину на лаях например солана и чаще всего как правило новичков особенно кто на хайпе приходит этих спекулянтов тянет покупать вот здесь на хаях солана сэндбокс вы поймите я ничего против не имею этих проектов проекты замечательные оба очень хорошие но как правило технология часто опаздывает за ценой fundamental опаздывает за ценой или наоборот цена за фундаменталом понимаете поэтому смотрите я не говорю что не может еще чуть выше улететь может и солана может чуть выше улететь и сэндбокс там да и что вы там сейчас торгуете галу шмалу вон посмотрите графики но это же тоже на хаях я не говорю что она она может еще выше сходить но она уже сильно сходила выше понимаете все вот это добро поэтому в какой то момент она пойдет вниз и ребята я вам говорил это и про догикоин по 1200 сатоши и про чейн линк еще год назад кто мне смотрел или полтора когда он х и пробивал и про все остальное и кардано что не надо трогать по два доллара потому что стоило 2 цента поэтому ребятушки но тут на этом рынке зарабатывает только сильнейший вы поймете 98 процентов теряют на рынке потому что они спекули и в каждом из нас есть спекуль доджкойн кстати помните чем здесь говорил что все пора его как говорится и посмотрите что он делает безотказный дамп как и ожидали я просто сам это не шорчу я не люблю шортить но я вас предупреждал кто меня смотрит ставьте лайк пишите комментарии кто это помнит я вам говорил ребята мы накапливали своим доджкойн вот здесь и я всем респектую кто взял все 100 иксов я лично я думаю многие разгрузились раньше я разгрузился вот здесь вот по большей мере на 10 иксах здесь оставил небольшую часть она у меня даже сейчас в таком плюсе что пофигу но я жду что это пойдет вниз обратно куда-нибудь на 100 сатоши или ниже и очень важно смотреть альты к биткоину возможно будет у доджа вот здесь сильная поддержка к биткоин в районе 200 сатоши локальная но это не факт потому что кому нахрен нужны эти мемы ребят ну поймите вы головой думайте уже вот поэтому на долгую дистанцию мы побеждаем а все эти спекули я наоборот рад видеть что их вытряхивать я без злобы говорю ребят но вы просто будете терять деньги если вы не будете соблюдать правила покупай внизу и продавай наверху а для всех кто в ракете еще раз всем респекты привет и сидим спокойно не дергаемся в одной монете сидеть не рекомендую лучше 5-10 монет вот из таких старых потому что по любому даже если две-три из них выстрелит как уже стреляли и классик и кардана тот же и многие вы в любом случае будете в плюсе даже если какие-то из них так и не выстрелит а всякую луну еще раз повторяю не трогайте мой вам совет потом себе спасибо скажете если вы здесь по хаям не залетите там ребята кто вот тут заходил они сейчас все разгрузится об вас лучше касту купите сейчас когда выйдет каста на бирже она будет вот здесь каста уже в январе должна выйти на бирже и реально рекомендую вам купить касту потому что это будет мощный проект это не скам какой-то это будет мощный проект типа crypto.com типа swissbork понимаете поэтому ничего не поменялось спасибо что смотрите друзья сухой остаток я думаю не нужен больше теханализ вы сами все видите bnb на относительных хаях все то что мы посмотрели луна там мана и прочее сент на относительных хаях адаш лайткоин bitcoin кэш стеллар ripple тот же самый на относительных лаях и выводы делайте сами и у с кстати тоже и антологи все еще вот там понимаете это по-любому когда-нибудь стрельнет другой вопрос когда как бы да но это стрельнет и вы выйдете в хорошем плюсе ребята зафикситесь во что хотите в биток в доллар это уже ваше дело я тут вам не советчик просто скажу что я думаю а вы уже принимайте решение сами ладно напоминаю вам что страх у нас экстремальный так что скоро по-любому будет сильный отскок и неважно сегодня это будет или послезавтра или через неделю правильно если вы в долгу добираете то вы в плюсе в нереальном все с вами был гринит канал криптокоменс спасибо что смотрите а и хотел сказать что совсем забыл прикольную гифку кто-то скинул вы просто представьте сколько стопов шартил и сколько ликвидации шартил спрятано вот там даже по аналогии кстати даже по аналогии с биткоином вот здесь вот сколько было стопов и ликвидации шартил помните которые вот здесь вот еще шартили по 10 просто сравните это с дэшем и с лайткоином то есть сейчас находится все еще вот здесь просто представьте сколько стопов и ликвидации шартил будет вот здесь по дэшу и вот здесь и вот здесь и вот там понимаете и то же самое по биткоину и по эфиру за 10 тысяч и по биткоину за 100 с чем-то тысяч. Там просто начнется такое уруру. Вы думаете, почему улетают активы так высоко все? Тесла, Шмесла. Не только крипта. Потому что там шортилы сидят институциональные. Вот там столько ликвидаций, столько миллиардов долларов спрятано. Лакомый кусочек для бирж. Поэтому дадут лонгистам заработать. Вы что думаете? Сейчас я вам покажу, как последнего шортиста, самого умного, у которого вот здесь стоит ликвид за 150 тысяч, как его смоет волной. Посмотрите. Вот примерно так. Ну все. Всем профитролей. На связи. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok